На этой неделе иностранный агент Радио Свобода опубликовал весьма примечательное видеоинтервью с бывшим заместителем Центрального банка России Сергеем Алексашенко о Путине, об офшорах и о том, как устроена власть в современной России. Этот знатный, можно сказать, профессиональный либерал, стоявший у финансового руля в суровые 90-е, преподал мастер-класс примитивно-мыслящему, я бы сказал, стандартному либералу-ведущему. Впрочем, примитивно-мыслящий ведущий, похоже, так и не заметил, что его постоянно тыкали носом в миску с молоком, как слепого котенка. Приведу в пример пару диалогов. Цитирую. Ведущий спрашивает. Баррель нефти стоит сегодня 83 доллара, Путин в шоколаде? На что Алексашенко отвечает. Путин в шоколаде, но не из-за того, что нефть стоит 83 доллара за баррель. В 2008 году она стоила 148 долларов за баррель, и он уже был в шоколаде. Я думаю, Путин в шоколаде, если говорить о деньгах, с 2004 года, когда цены на нефть резко пошли вверх. Он расплатился с долгами, а страна получила финансовую устойчивость. Для президента в шоколаде, когда он может позвонить министру финансов и сказать, хочу такую программу, сколько она будет стоить? 150 миллиардов? Мы можем себе это позволить? Можем, Владимир Владимирович. Все, он в шоколаде. Путин с 2004 года может любые деньги на любую программу выделить единорично. Конец цитаты. Под шоколадом ведущий явно понимает карманы Путина, набитые миллиардами долларов, которые не найдены только чисто технически, потому что плохо искали, даже в офшорах. Причем, как и положено иностранному агенту, несмотря на отрицательные результаты этих перманентных, весьма, судя по всему, масштабных поисков, воровство Путина, десятков миллиардов долларов из российского бюджета, в последнее время я слышал и о сотнях, Радио Свободы считает доказанным. Но Сергей Алексашенко, который в общем и в целом использует воровскую терминологию, например, общак, описывая методы правления российского президента до примитивных схем отъема крупных сумм, которые крутятся в головах стандартных либералов, все же не опускается. Сказывается опыт работы в Центробанке. Не может себе позволить профессиональный финансист, прекрасно понимающий, что такие бешеные деньги бесследно не исчезают, опускаться до уровня своих слушателей. Поэтому он обвиняет президента в другом преступлении. Путин с 2004 года может любые деньги на любую программу выделить единолично. Что совпадает, например, с нашим представлением о том, как он управляет страной. И ничего плохого мы в этом не видим. Разве может нормальный человек возмущаться тем, что глава государства берет на себя личную ответственность за разработку и реализацию, а реализацию без денег не осуществить той или иной государственной программы. Очень любопытные мысли высказывает Сергей Алексашенко о том, как российский президент коррумпировал жадных западных политиков. Цитирую. Запад любит нефть, газ и деньги Путина. И на этом держится контракт? Спрашивает корреспондент. Думаю, вы догадались, как должен отвечать финансист. Да, он в Европе всех купил. Только поэтому немецкие, австрийские, французские, британские и другие крупные компании участвуют в строительстве наземных и морских газопроводов. Но вы только послушайте, что отвечает бывший зампред Центробанк. Цитирую. Многие люди не только на Западе, но и на Востоке, и в Украине, и в России, и в Америке, и в Германии, и в Монголии любят деньги. И поэтому, когда Путин предлагает им взятку в виде снижения цен на газ через Северный поток, ежегодно в размере там 2,5 миллиардов евро, ну конечно немецкий бизнес за 2,5 миллиарда евро на протяжении следующих 25 лет, да, он удавится. Конец цитаты. Взятки в виде снижения цен на газ. Ребята либералы, вы действительно считаете такой метод покупки политиков преступным? Тогда у меня для вас плохая новость. Вы непроходимо тупы. Тем не менее, ведущий на голубом глазу называет обычный способ хозяйствования, то есть заключение долгосрочного контракта на выгодных обоих сторонам условиях коррупции, и даже позволяет себе выпад в сторону работодателя. Цитирую. Но между Европой и Америкой нет такой коррупционной составляющей, или она есть, но мы про это не знаем. Ответ Сергея Алексашенко его просто размазал, хотя ведущий этого не заметил. «Думаю, что мы про это не знаем», — сказал Алексашенко. А теперь ознакомьтесь с длинной, но довольно любопытной цитатой. Из нее мне, например, становится понятно, что оценка Сергея Алексашенко того, как устроена власть в России, полностью совпадает с нашей. Правда, выводы мы делаем разные, но об этом дальше. Цитирую. В России понятие собственности на крупные активы очень относительное. С точки зрения Путина и владельцев крупных активов, они не собственники, а держатели, временные бенефициары. То есть они каким-то образом получили. Потанин — норникель, дерипаска — русал, мордашов — северсталь и дальше по списку. И они управляют этим бизнесом, они получают его доходы. Но если вдруг они получают от Путина команду, продать этому товарищу по этой цене, они должны немедленно встать и исполнить. Если они захотят продать сами кому-то, они должны прийти к Путину и спросить. Владимир Владимирович, можно я это продам? А Путин скажет «можно» или скажет «нельзя» или скажет «держи». В этом плане да, тема Ходорковского очень хорошо известна. Незадолго до ареста он же был в Америке и ему сказали «ты вернешься, тебя арестуют». Он сам признавался «я не поверил, поэтому вернулся». То есть то, что Ходорковскому говорили «не возвращайся, ты будешь арестован» — это факт. И мы до сих пор видим, что это традиционная политика путинских силовиков. Против тебя возбуждают уголовное дело, но дают тебе неделю до того, как тебя объявляют в розыск. На самом деле тебе говорят «либо ты уезжаешь, либо ты садишься». И политические эмигранты, многие бизнесмены просто уезжают, пользуются этой возможностью. Самый яркий пример — это Владимир Евтушенков из «Система» с Башнефтью. Пришли и сказали «продавай». Он сказал «нет, за столько не продам». Продам в два раза больше. Ему сказали «все, до свидания». И мы знаем, чем это закончилось. Он разрешил Сечину забрать у Евтушенкова Башнефтью. Потому что у Путина есть в голове, что командные высоты в экономике должны принадлежать государству. Нефтяная отрасль, добыча нефти — это одна из командных высот. Банки, почта, телеграф — это все должно принадлежать государству». Другими словами, он подтверждает наш давний тезис. Олигархов в России давно нет. Есть командиры отраслей и направлений, которых можно было бы назвать «красными директорами». С одним отличием — им платят не грамотами, вымпелами победитель соцсоревнования и премиями, а живыми деньгами. Но не просто так, а с обременениями. Все эти Потанины, Дерибаски, Михельсоны скидываются на дороги и мосты, строят трубопроводы, морские порты и СПГ-терминалы. А иногда, как Абрамовича, тебя могут откомандировать на несколько лет на проблемный участок, например, поднимать из руин регион. А слушаться нельзя, вылетишь из списка Форбс, лишишься госзаказов и даже, возможно, сядешь. Благо, на каждого магната есть длиннющий компромат. Если не воспользуешься окном возможностей и не уедешь, что вегетарианский настроенный Путин позволяет. Я считаю, что при капитализме это вполне рабочая схема, которой Владимир Путин умело пользуется. Сергей Алексашенко видит в ней серьезный недостаток, граничащий с преступлением. Глобализм, чьим проповедником он является, предполагает отмирание, а вовсе не укрепление государства. И наоборот, власть корпораций, к чему в России все шло еще 20 лет назад. Президент остановил это движение, развернул в противоположную сторону и сделал все, чтобы восстановить в стране административное управление активами и недрами. Бывшие олигархи, те, что поумнее послушно, встали в стойло и ретиво выполняют задачи, которые перед ними ставит Кремль. Остальные или в тюрьме, или за границей. С точки зрения Сергея Алексашенко, именно эта схема управления государством является преступлением. Ибо в этом случае корпорации превращаются в инструмент для достижения целей, а не определяют цели, согласуясь со своими желаниями и возможностями. Ведь политика и экономика постоянно пересекаются. Если бы, например, в начале своего правления Владимир Путин не развернул строительство портов на Черном и Балтийских морях, экспорт зерна до сих пор бы зависел от Украины, а нефти, угля, пластмасс и так далее от Балтийских республик, как и импорт. Сегодня же грузооборот того же порта-услуга у границы с Эстонией растет семимильными шагами. Один за другим появляются новые терминалы, и далеко не всегда бывшие олигархи строят их с удовольствием. Их заставляют, это государственная задача, безусловно связанная и с внешней политикой. То, что нравится государственникам, чуть ли не слезу выбивает у таких стерильных либералов, как Сергей Алексашенко. Удивительно все же, какие мы разные. А что вы думаете по этому поводу? Пишите, пожалуйста, в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал.